Привет, друзья! Сейчас поеду в Таллинн, будем снимать про тачку, будем снимать про качалку. Все увидите по ходу. Поехали! Короче, в зале я не был уже более трех лет, сто процентов. Вот корона началась до короны, я был за год до короны, я в зале был. И сегодня мы посмотрим, сколько я потянусь с весом 24 килограмма. Я очень давно не подтягивался, ребят. Мне прям максимально интересно. Так что смотрите. Просветик, просветик. Красиво. Идем на поезд. Блин, я не выспался, хожу, просто меня рубят, меня аж качают. Песец. Хожу по магазину, не могу магазин найти. Ну, имеется в виду продуктовый. Вообще не понимаю, где он. Нашел, не прошло и полгода. Короче, ребят, лайфхак. Если вам нужно похавать срочно, а везде макдаки вокруг, вредная еда, то покупайте протеиновые батончики. Там 50 граммов белка, может 60 залетает и отлично вообще. Друзья, это Леха. Встретились автоблогер эстонский, самый топовый автоблогер. Смотрите, как думаете, просто каблук обычный? Здравствуйте. Друзья, у нее там отстрелы просто бешеные. Почти утюг накурили. Блин, это жёстко. Сейчас будем покурить. Блин, она не квадра, конечно. Сцепления нет. Конечно, он же квадра. У него квадра, сейчас асфальт просто слишком сырой. Сцепления нифига нет, но наваливает она жёстко. Мне кажется, есть вероятность, что мы наравне были бы с ним. Сто процентов. Потому что ощущается, что колеса прокручиваются и вообще не едят. Вот сейчас. Да, колеса, всё, они просто срываются. Блин, ну прикольно, прикольно. Сейчас я вам внешний вид ее покажу, выйдем из тачки. Чисто спортивный каблучочек. Спойлер, всё красиво. Всё нормально. Это ты делал его, да? Полностью. Полностью, красава. Он, короче, полностью тачки делает. Ну, с нуля абсолютно. Мощно, это мощно. А мустанг у тебя на работе, да, стоит? Сейчас пятилитровый мустанг вам покажем, если он там стоит. Стреляет просто, капец. Бешено. Лучше пристегнуть. Тут без этого никак. Жестко, жестко. У Лёхи все тачки заряженные, короче. Сейчас покажет. Это, конечно, не как у суперкрутых блогеров, там, Ламборгини, да, но... Ну, всё, потихонечку. Но всё равно. Ко всему придём. Доберётся до Ламборгини, до Феррари, всё будет. Ребят, кстати, подписывайтесь, ссылочка будет на Лёху в описании. Прикольный видос снимает, кому автоконтент нравится. Вообще вам зайдёт. Самое прикольное, что они выглядят вроде обычно, а заряженные капец, блин. Это прямо... Это очень круто. Потому что 90% блогеров, и вообще все знакомые, они делают корчи. Да, да. А у меня, как бы, идея оригинал. Да, это прикольно. О, во, да, мустанг. Ядреть. Мне так мустанги нравятся, они такие, знаешь, борзые, типа такие суровые. Кайф. Что такое борзые? Это такое из простых. 5 литров, да? Да. Москвич, да? У него тоже в видосах он есть. Какого он года? 75. 75. Нифига себе, древность просто. Да, смотри, какая красота. Кайф. Все переливает. Очень классно. Сейчас буду собирать его на неделю. Топчик. Он будет, надеюсь, на 400 сил. Нифига себе. Приколите, просто москвич 400 сил. Вещено, вещено, ребята. Да, салончик тоже такой перетянутый весь. Кайф. Я прям с детства тащусь по мустангам, по их внешнему виду. Хоть и знаю, что они типа неудобные, некомфортные, но смотрите, все просто вылизано. Как будто новое все. Да, да, да. То есть именно такие заказы и поступают. Это даже ничем не натерто. Если еще натереть, оно будет просто все просто с нуля. Такое ощущение, как будто она реально новая вот с завода. Ну прям ни одного ни подтека, ничего нет. Не знаю, почему. Ну поэтому и обращаются. Да, просто все в идеальчике. Кстати, тут у них стояла моя тачка, которую я разбил. Леха ее видел. Говорит, потом она куда-то пропала. Неизвестно, в каком направлении уехала. Но, скорее всего, ее сделали, починили. Леха сказал, типа, за неделю можно ее было восстановить. Он мне писал, но я тогда что-то... Мне очень много всяких людей писал. Говорят, типа, в жопу выкидывай ее, продавай там по дешевке. Леха тоже писал, но я что-то даже, типа, не решился ее ремонтировать. Потому что говорили, там, лонжероны повело, все такое. Типа, все равно проблемы с ней будут, даже если ты отремонтируешь. Я такой думаю, ну ее нафиг продал за 4 800 евро. И все. У Лехи тут моноколесо. 100 километров в час гонит. Офигеть. Я не знаю, я видел, как Литвин просто за 15 минут научился на нем ездить. Я не буду рисковать. Офигеть, смотри, спокойно встал. Ты ни разу не падал на нем? Блин, это же как в байк упал. И в разгончик. Офигеть. В разгончик. Офигеть. Прикольная тема. Кайф. Боедешь? Нет, братан, я боюсь. Я даже не встану, я тебе говорю. Это не реал. Знаешь, как? Могите показать, как там. А подожди, а как контролировать скорость? Типа просто назад, вперед, да? Провал. Я без опыта, короче, как погонил столько в час, и вон туда улечу, короче. Чтобы точно на нем поехать, давишь, чтобы он упирался в ногу. Да. Делаешь шаг с ним. Как бы тут же ставишь вторую ногу, то есть вот упираешь в ногу. Тут делаешь шаг, вторую, и вот так сначала. Руки, чтобы для баланса. А-а-а. И чуть-чуть жопу назад. И потому что на медленной скорости, это вообще, как бы, медленно ехать, это самый такой мощный скид. Да, да, да. А как бы если ты чуть разогнался, то есть вот так вот как бы делаешь, пассируешь и тихонечко выравниваешься. Когда он поехал, он вообще, он сразу, у него хорошая инерция. Это страшно, особенно столько м в час. Если не получается, то он как бы скинул, словил его. Лёха хочет в армию со мной посоревноваться. Хочется, что с ним. Но я на самом деле днищу в армию, потому что я боролся один раз в Москве с пацанами, которые этим прям занимаются, вообще без шансов. Но у меня техники ноль просто. Хоть у меня руки и сильные, но без техники в армии нечего вообще делать. Может, будут шансы. А ты много занимаешься, Арма? Давно? Ну, типа год. Типа год. Ну, это, ну, вот так там. Один день в неделю, в лучшем случае, если дошёл. Ну, я ноль дней. Сейчас посмотрим. Дядя, кисловые мои. Я просто даю гор. У меня кисть очень слабая. Она у тебя сама открывается. Да. У меня вот в этом месте, короче, очень тонкая, видишь, кость. Она у тебя значительно толще. То есть я, смотрите, у него кости я обхватить не могу. А у себя вот. Это не кость. Я тебе скажу, она у меня шире стала. Серьезно? А, у тебя связочки, да, укрепились. Вообще, просто я даже фотки делал, она у меня, ну, вообще её распёрла. Просто вот как будто здесь в середине что-то добавилось, а кости просто раздвинуло. Ну, кости раздвинуть, конечно же, не может. Да, да, да. Батаряйку, вот нет. Я просто по часам и по рубашкам думаю, типа, эээ. То есть мне вот, как будто эту кофту даже всё едят. Раз. Всё, я не могу перевести перед плечами. А попробуй. Попробуй вот так. На себя. Да. Просто вот так, не в бок на себя. Ну, типа, вот ты держишь, допустим, вот так молоток сюда, как бы кувалдой, и, то есть никак не шевеля вот, вот так вот просто. У меня запястья очень слабые, поэтому. Потому что там, как бы, всё от этого. Не, у меня, видишь, оно гнётся само, то есть я не могу даже его. Так, а попробуй сразу. То есть, несмотря на то, что у меня и предплечье мощные, и бицепсы мощные, у меня именно вот тут, ну, вообще никак. Ну, у тебя предплечье, кстати, тоже хорошее. Ну-ка, напряги на камеру. Подожди, какой-то стороной надо. Какая у тебя рука больше сама? Правая. Правая, давай, вот так же. Смотри, мне кажется, у тебя больше, нет? Или так же? Не знаю, я не вижу. Ну, вон, зрители оценят. Короче, сами тоже потом посмотрим на видосе. Ой, бля, сегодня. Снова палится. Ну, видите, он занимается тоже, у него предплечье хорошо раскачаны. Ещё мне парниша объяснял, там же тоже подушка, что если что-то отстаёт, то делаешь, допустим, дают старт, и ты резко, как будто, как будто ты держишь гантелью, и вот сразу к себе хочешь забрать. На себя? Да, то есть к груди к левой, и при этом вот этот сдвиг, и как раз вот широчайшими, то есть раз к себе, и вообще сразу же в подушке. Это какой-то резкий выстрел. Вот так, да? Да, сдвинуть ещё чуть-чуть, сдвигаешь, да, и как бы просто такой удар в подушку. То есть сначала изначально отсюда, и потом сдвигаешь вот так, да? Да, да, да. И можешь ещё... А, вот, обязательно сюда смотри на руки. Всегда смотришь, и попробуй типа вот корпусом, вот вместе с ней вообще. Ага. Только резче вообще, просто мега. И чуть-чуть-чуть. У меня, видишь, скорости рывка нет, с непривычкой. Ну, как бы импульс в широчайшую вернуть, чтобы... Во-во-во. И да, прикол таких выстрелов, что бывают бандуры, вы встали, и ты вот... Да-да-да, на скорости просто, он даже не понял. На соревнования любительские, там, в пятна, и вот меня вообще редублят. Я даже не смог, просто даже представить, сконцентрироваться, какой-то импульс подать. То есть мне надо говорить, ready, go. Ты видел, какой рывок у Вакимба? Да, потому что там просто рука может отлететь. Ну, это можно такое же снять и тебе. Ты видишь, я неправильно, у меня техники нет. То есть я тебя давлю тупой рукой, а надо весом сделать. Да-да-да. А я не могу, то есть. А так, кстати, руку можно сломать. Да-да-да. Ну, поэтому я даю. Да-да-да. Не сопротивлять. Да, еще можно... Меня пацаны учили в Москве, я так и не научился техники. Закручивает, да? Мне вот сюда дает, да. Да, то есть ты можешь вообще вес провернуться и вообще всем весом... Не-не-не, вот ты... В плече, да, пацаны? Прям вот встал, как бы на нее, прям вот так вот вообще. Во-во-во-во, да. Ну, тоже чувствуется, что вот здесь что-то. Мне когда при таком вот мне дает аж... Вообще как-то изнутри, как будто у меня сейчас треснет только просто. Да, вот такая же тема, да. Угу. Опа! Ну да. Да. Ага. Ну резко, да. Сильно забитый. Пошел-то. Да, ладенько. Левая вообще слабая. Левая вообще слабая. Левая вообще, ну типа она не выводит. Мы немножко сейчас поборолись, у меня уже болит. И опасная машина. Я просто, да, уже там уже не сказал. Ну ладно, просто да. Сейчас в зал пойдем, я Леху помучаю там. Вывалил из одного из мстангов такую хрень. А что это такое вообще? Да. Валялась в углу. Потом, после того, когда я узнал о ютубе, это оказывается штука для армрестлинга. Эта херня весит 14 килограмм. Нифига. На пронацию. Берешь угол и вот так вот раз 30. Да. То есть вот смотри, вот я держу, мне чуть-чуть трясется рука, сейчас тебе дам, посмотрю. И вот так вот раз, два, три, к сиське, четыре, пять, шесть. И вот раз 20 вот так вот. Похерачил. Раз. Сюда. Раз. И как бы не разжимаешь угол. То есть вот в этом угле. Если ты уже открываешь, это чуть-чуть другое. Вот попробуй ее возьми. Вот так. Ага. Ну я прям чувствую, что у меня в кистью. Вот. Это вот могу дать попользоваться. Жесть. У меня кисть очень слабая, вот в этом месте это просто жесть. Вот я себе именно так. Я когда первый раз брал, три-четыре раза. Да. Вот так вот просто у меня все трещит. Это просто капсдос. Просто. Вижу закачивать надо, закачивать. Да, пояс. А укрепляется, причем связки они там много. Ну конечно блин, тренировки дают себе. Пусть их укрепил и мне кажется они особой силой больше не теряют. Тренировки дают о себе знать. Кстати, в том зале, куда мы сейчас пойдем, там есть гири и пояса вообще для гири. Да? Отлично, все, огонь. Мне прям максимально интересно сколько. Блин, я кстати делал с 24-мя килограммами 20 подтягиваний. Мне интересно, сохранился ли этот результат у меня либо нет. Мне прям максимально интересно. У него эта тачка будто бы, блин, это не бэх, а какая-то, не знаю, там, ламба. Ламба Урус. Постреляй-ка, понажимай. А, холодная. Они у тебя все такие звонкие, громкие. Мощные. Повелло, повелло. Тоже нацепа нет вообще. Мощные. Мощные. Это мощнее намного, да, чем-то? Прям мель. Офигеть, он стреляет просто как сатана. Асфальт мокрый, вообще не цепляет. Тачку ведет просто. Кстати, все нормально, когда смотришься. Я удивлен. А что? В шаблуке я протапливаю там на руках. А-а-а. Давай, щепой. Что? Чисто он не боится среди тачки дохерачить. Там мужики, наверное, рядом едут, скажут, блин, фига больной, чувак. Он говорит, эта тачка мощнее, чем 5-литровый мустанг, и даже каблук мощнее, чем 5-литровый мустанг. Быстрее точно. По мощности нет, но... Ни хрена тут. Просто... Жесть. Мощно. Друзья, мы в зале. Сейчас будем подтягиваться с 23-мя килограммами на максимум. Как ты думаешь, сколько вообще подтягиваешь? Я? Да. Ну, примерно. Три. Три. Да не ври, все так говорят. Я ставлю десятку, и я попробую хотя бы 20 сподтянуться. А с каким хватом? Таким? С средним обычным. И не обратно? Не, не обратно. Просто прямой средний хват. Блин, тут еще поиск, кстати, килограмм весит. Вот такой тяжелый. Да, да. Сейчас тебе мело дам. Как много. Давай я тебе сразу же закину. А я над этим... Обычным... Да я очень много залил. Давай. Ладошкой чпокни вот сюда. Опа. Вот так вот. Хорошо. Чисто мужицкая тема. Ха-ха-ха. Вот что бывает. Ага. На ладошках. Ха-ха-ха. О, нифига себе. Капец. Ну да. Быстро сохнет. Блин, что-то палец защипал. Ага. Не, ну я успел. Успел, успел. reckon. Camera пытаться. Сова Liasticали. Ребят. Игра chaque. Слmansило. предbli Mahgqсса. Это смартфоны. Я- Calкни. �� рав- � generated, Но ты никогда не видишь меня сдохнуть Я всегда следую за это Я знал, что у меня есть разные подарки Я отвергал еще другую девушку Дальше в нашу душу Мы чувствуем, что там что-то empty Мы нужны что-то еще Я чувствую, что destiny Она tempts меня Скажет мне, что там прошло Они both имеют другую идею Возьмите, пожалуйста, и ты увидишь Эта pain leads to ascending Дальше в доме я убежал Дальше в цементре Я буду бороться, не волнуйся Я хочу быть легендарным Мы 19 сочетаем, 19 тысячи тенов Я думаю, силовуха подупала Так как я давно Начинается, начинается Все нормально, и так Нормально, сейчас посмотрим Можно не смотреть, пожалуйста У меня тяжело пошло И ты накрути побольше вокруг этой А то она слишком длинная И болтаться будет Да, у меня один раз яйца так прижмело Длинная болтаться будет Залог успешного свидания Согласен Ну, десяточку надо, братан Десяточку надо О, я зову дня Семь О, я зову тебя С nourо С немец coming toいただ Давай-давай, еще разочек сможешь, я в тебя верю. Есть, 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 хорошая, красава. Никогда не пробовал, красавчик. Больно, да, мозолем? Или не особо, у меня мозоли болят. Слушай, я такой фигнё никогда не мазал, она капец как прилип вообще. Да, да, очень хорошо схватывает. Гиря 24кг, да? Да. Опа. Раз. Братан, я так не смогу сто процентов. Делал пять раз смело, чуть-чуть, успею потягивать. Моя кисть мне не даст так сделать, это сто процентов. А попробуй шесть. У меня просто кисть перекрутит. Не, у меня вообще кисть не тащит, братан, до шестнадцать. У меня просто её выкручивает. Вот надо пробовать такую штуку. Вообще, не-не-не, кисть вообще не идёт. Пославно четыре. Не, на четыре это фигня, конечно. Давай шесть. А шесть тоже. Ну, уже она шести начинает вести, понял? Давай двенадцать. Давай. Двенадцать уже сложно будет. Вообще кисть не держит, понял? Ты в зеркало кидай, если что. Не держит кисть. Красивая была поза на аватарку. Не держит кисть. Там на паузу нажать будет прям заставочная фотка. Ха-ха-ха-ха. У тебя вообще налегке, ты вообще не запариваешься. Раз. Раз. Тебе тяжело балансировать. Ну, у тебя предплечье мощнее сейчас. Смотри. Мне кажется, мощнее даже, чем у меня. Сейчас, короче, попробуем на раз сделать тягу вертикального блока. Восемьдесят. Это больше нашего веса. Да. Тут за счет этих, как их называют, блин, роликов проще делать намного. Скользит. Восемьдесят. Да-да-да. Да. Восемьдесят восемь. Надо новое залить будет. Никак? Сейчас. Это надо... Давай я тебе помогу тогда. Погоди. А, поставил. Хорош. Блин, а мне сложнее будет. Потому что я вешу меньше. Следующий, девяносто шесть? Да. Девяносто шесть килограмм. Хорош. Хорош. Сто четыре килограмма. Отлично. Зачет. Мы делаем домокбородок. Бородок заходит. Чуть ногу не оторвало. Чуть ногу не оторвало нахрен. Ох. 120. Я, короче, пытался обратно ее поставить. И у меня просто ногу чуть не вырвало нахрен. Ну, спорно, спорно. У тебя прямо вот так было. Давай еще разок. Два раза больше. Еще разок. Ну, было, было. Считаем, посчитаем. Короче, я думаю, больше 120 не будем, да? Ну, мы надорвемся. Надорвемся, да. Там руки могут отлететь. Не стоит. 120 килограмм сделаем. Мы, конечно, сделаем. Я думаю, можно сделать чуть больше, но такое. Не особо полезно уж для здоровья будет. Ребятушки, короче, мы заканчиваем этот день. Потренили хорошо. Ну, мы там еще грудочок качали, это не снимали. Сняли просто зарубу по тяге и по подтягиванию. Вот. Поэтому спасибо большое за внимание. Подписывайтесь на Леху. Подписывайтесь на меня. Ставьте лайки. И до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok